Всем привет! Страна должна знать своих героев! И сегодня у нас это почетное место занимает Народный Банк Казахстана. Точнее, Халык-банк. Нет, юридически это акционерное общество, Народный Сберегательный Банк Казахстана. Ну, можно подумать, что речь идет о трех разных банках, но нет, все три названия принадлежат одному и тому же банку. Банку-хамелеону, который, скорее всего, любит веселиться и какие-то там разнообразия. Вот справка из госреестра, где указано истинное имя. Но здесь не указаны учредителей, они спрятаны. Значит, мы сейчас получили право на предположение. Вообще странно. Имена разные, учредителей нет, какая-то неискренность что ли. Хотя, вот в интернете есть выписка. Здесь значатся две компании. А когда говоришь про этот банк, то сразу приходят ощущения вот этих совковых стереотипов. Бюрократия, высокомерие, везде и во всем этот зеленый цвет. Вот точно так же они себя ведут и в суде. Усаживайтесь поудобнее. Сейчас я расскажу, как казахстанский банк умеет влиять на казахстанский суд. Поехали! На самом деле, друзья, здесь ничего удивительного нет. Вот народ к этому времени уже привык. Сенсация будет тогда, когда простой народ будет выигрывать суды у банка. Но пока это не в нашей стране. Итак, дело Сон Марины. 2007 год. Предприниматель из города Алматы кредитовалась в местных банках, развивала свой бизнес. И что-то однажды стало трудно справляться с оплатой по кредиту. То ли из-за девальвации или скачка доллара большие проценты превратились в бешеные. А программа, когда долларовый кредит переходит в тенеговы, работала весьма странно и как бы для избранных, что ли. Проблемы по кредиту переросли по классике в судебные тяжбы. В 2010 году в пользу Казкоммерсбанк была взыскана сумма задолженности в размере 224 миллиона тенге. В 2013 году частный судебный исполнитель провел торги и почти уже продал залоговое имущество, которое состояло из двух квартир. Действия судебного исполнителя были обжалованы в суд. Торги признали незаконными, потому как сон состоит в браке и одна вторая доля в этих квартирах принадлежит второму супругу, мужу, господину Шерепкулову. Тогда еще в 2013 году, когда еще был справедливый суд, судья в решении написал, что в материалах исполнительного производства имелось два заявления. Согласно которым муж должника не возражал относительно внесудебной реализации имущества. Из текста указанных заявлений усматривается намерение супруга на внесудебную реализацию квартиры, но никак на судебную реализацию, когда исполняется принудительное взыскание по решению суда. Иными словами, друзья, суд исходит из буквального толкования слов и выражений, которые написаны в нотариальном согласии супруга. То есть мы не колхозники, мы цивилизованное государство. Предоставляя в залог свой дом, второй супруг пишет заявление согласия, что он не возражает. При этом важно понимать, что согласие бывает тоже разным. Вы даете согласие на залог с его продажи, либо через суд и торги судебного исполнителя, или на внесудебную реализацию, когда залог продается до суда по трехстороннему соглашению через банк. Здесь, как вы все поняли, второй супруг должника разрешает поставить квартиру в залог только с учетом возможной продажи вне суда. Суд понимая, что судебник, реализовав с молотка наполовину чужую квартиру, быстро отменил результаты этих электронных торгов и вернул все на место. Коском подал в апелляцию. Но, как я уже говорил, тогда суд был еще более-менее в своем уме. И я бы сказал, жестко утер нос этим банкирам. Вот главная формулировка. Судебной коллегией установлено, что договора залога от 2 февраля и от 31 октября 2007 года, о передаче в залог двух квартир, находящихся в общей совместной собственности супругов, подписаны только заемщиком СОН. По этим договорам СОН Марина могла распорядиться и передать в залог лишь принадлежащие ей доли в общей совместной собственности в виде квартир. Но не на долю своего супруга. Письменное согласие на залог общего совместного имущества, выданное вторым супругом, не является договором залога и принятием чужих обязательств перед банком. Он не отвечает по долгам СОН своим имуществом в виде доли в квартире. Такое обязательство по кредиту было принято только одной СОН Мариной. В итоге решение суда было оставлено в силе. После этого в 2015 году банк еще два раза попытался обратить взыскание на залоговое имущество. Все это было безрезультатно. Важно было произвести выдел доли должника, а потом их продавать. В описательной части определения 2015 года указано, Как усматривается в материалах дела, ранее решением Нидеусского районного суда города Алматы от 2013 года действия час судебного исполнителя были признаны незаконными. Ввиду того, что одна вторая доля в данных квартирах принадлежит супругу Шарипкулову, данное решение вступило в законную силу. Постановление в апелляционной коллегии данное решение оставлено без изменений. В итоге суд приходит к выводу, что без определения доли должника и третьих лиц, Обращение взыскания на имущество должника, залогодателя и третьих лиц является необоснованным и преждевременным. Эта история не имеет сроков годности и как факт, по нашему мнению, свидетельствует о настойчивости банка легализовать свой захват привлекательного имущества. Позже этот судебный акт будет заменен. Да, да, вы вот не ослышались. У нас на руках имеется судебный акт 2015 года, который состоит из четырех листов. Сейчас же, если поднять это же определение 2015 года в судебном кабинете, Мы увидим его в редакции всего на трех листах. Из него нагло исключили описательную часть про преждевременность и что имущество находится в общей совместной собственности. Вот докатились. Если мы наблюдаем, как судебные акты подменяются, То это как минимум значит, что мы уже приехали в страну, Где судебная власть это последнее место, где нужно искать справедливость. Раньше я никогда не бомбил на суд. Но сейчас я вижу динамику, откровенно говоря, что суды испортились. Решения абсурдны. Я вот сейчас думаю, что самые интересные кейсы мы будем разбирать в специальных обзорах по этому поводу И выражать по судебным актам свое личное и субъективное мнение Наша цель таким образом исправить состояние права и заставить судью разбираться в делах нашего народа Нормально и адекватно Нужно настроить их на дисциплину закона Но, друзья, самое главное, прежде всего, это должно быть интересно вам и только вам Алгоритмы Ютуба, к сожалению, настроены таким образом, что от ваших просмотров, комментариев, подписок на канал зависит влиятельность каждого видео Поэтому, если вам не трудно, напишите, пожалуйста, в комментариях, хотите ли вы видеть обзоры на судебные акты Вернемся к делу СОН Буквально месяц назад мы получили ее дело в работу Банк обратил взыскание на все имущество СОН без всяких разбирательств в 2021 году И не было даже попытки выделить долю должника Просто раз и все решением районного суда номер 2 Алмалинского района От 30 июля 2021 года обратили взыскание на две квартиры Легко и просто Мы вот думали, думали и думали, думали и думали Почему такое произошло? Как такое вообще могло быть возможным? Вот всю дорогу, все суды с 2013 года твердят об одном Что вот по закону нужно выделить долю должника А тут как гром среди ясного неба Бах и все Все решили Но оказывается Казком реорганизовался Свой кредитный портфель он передал Вместе с проблемщиками В Народный банк Казахстана У которого есть зеленый цвет Выходит, что Там, где Казком не смог решить Зарешает банк покруче Вот е-мое, друзья Вот когда же наступит порядок С точки зрения справедливости С точки зрения справедливости Банк сам получил этот залог на вот таких вот условиях Обид здесь не должно быть никаких Тем более он уже свои деньги конкретно получил Только вот поступил хитро Ты говорит, плати Я в претензии иметь не буду Вносишь деньги А списывается лишь пеня Искусственные деньги Вот некрасиво обманывать Тем более женщин Как минимум это подло Итак, мы в свою очередь Попытались обжаловать бездействие Частного судебного исполнителя В порядке ППК Чтобы он произвел выдел доли должника Как того требует закон В распоряжении суда Было представлено Четыре судебных акта О необходимости Выделить доли должника Против одного решения Народного банка И вот у судьи была дилемма С одной стороны у него было Четыре судебных акта В пользу простого гражданина И была возможность удовлетворить наше заявление Или отказать нам И принять сторону банка Это было до Нового года И естественно нам отказали Самое абсурдное Что здесь банк выиграл И на наш взгляд Когда судья указывает Что ранее принятые решения Не имеют ничего общего С настоящим спором И то что они были вынесены Семь лет назад По логике говорит о том Что у этого отдельно взятого судьи Оказывается существует Срок годности у судебного акта И теперь по логике Этого же судьи Оказывается не следует делать Выдел доли Потому что он как бы залез В голову супруга сон Переместился обратно в прошлое И прочел там Что предоставляя свое согласие На залог общего имущества Шарипкулов выразил свое Добровольное волеизъявление И согласие с правовыми Последствиями этих действий Типа вот такое вот отношение И что там Ты же писал в нотариусе Все Короче Баснады хатарма Вот на мой взгляд Никого уже не интересует Права и законные интересы человека Суд проигнорировал нормы Материального права И наплевательски вообще Обошелся с процессуальными нормами Ну как такое вообще Можно в цивилизованном государстве Говорить на черное белое И наоборот на белое Говорить черное То есть вот с таким успехом Мы действительно Завтра уже Не будем брать во внимание Ни одно заявление Ни один договор купли-продажи Не будет завтра нести Какую-то весомую юридическую силу Если так все будут относиться На действия Которые были удостоверены нотариусом Вот сейчас Вся эта ситуация В любом случае С нашей стороны Непременно будет доведена До сведений Верховного Суда Но это даже уже не важно Главное теперь Об этом знаете вы А знание Это сила Если мы научимся Разбираться Юридически В этих всех обстоятельствах То судебная власть Безусловно станет меняться Они не смогут быть глупее нас По моей оценке Судья всегда был на голову Выше любого крутого адвоката Динамика обратного Будет говорить Что это уже катастрофа Всем добра и благоразумия Жасулан Диктатура закона Подписывайся на наш канал До скорого Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok